Галина Протопопова в прошлом преподаватель физики, а теперь мастер по созданию новогодних украшений. Говорит, в своих работах использует в основном европейский стиль и постельные тона. Однако в Украине в преддверии 2016 года фаворит цвета, которые ассоциируются с символом года – огненной обезьяной. Такой авторский венок в традиционном новогоднем стиле обойдется от 150 до 300 гривен. Бантики и игрушки ручной работы – от 20 гривен и выше. «Каждый по-своему судит. Я не могу сказать. Да, красный, конечно, в приоре, потому что год огненной обезьяны. Очень многие придерживаются этого и спрашивают. Хотя, но я бы не сказала, что это прямо идет приоритет очень такой сильный. Люди берут разное. То, что им квартиру нравится, что им для души. Патриотическая тема тоже присутствует, хотя немножко приупала». Наибольшей популярностью пользуются игрушки в форме обезьян или с ее изображением. Стоимость новогодних шаров стартует от 12 гривен и выше. Гирлянды – от 20 до 5 сотен. Мишура – до 10 гривен. Небольшую искусственную елку в офис можно купить за 25 гривен. За метровую нужно будет отдать от сотни до 300. Цена елки высотой в 2 метра – около 800 гривен. А за сосно нужно будет выложить от 50 до 600 гривен в зависимости от высоты. Ель традиционно дороже. «Сами видите, в этом году навезли много ее. Цены, честно говоря, пониже, чем в том году. Пониже, гораздо. Хотелось бы, конечно, учитывая, что соляра подорожала, закупка на месте. Снизились цены относительно того года, потому что очень большой завоз. Завоз в этом году везде. Везде стоят. Не знаю, как они стоят, с документами или нет. Но у нас документы, вы же понимаете». По словам реализаторов, несмотря на огромное количество привезенных деревьев и сниженные цены, в этом году по сравнению с прошлым спрос на зеленых красавиц все же упал. Покупатели чаще приобретают или невысокие сосны, или веточки. А вот на использование еще одного атрибута новогодних праздников – фейерверков и салютов – в Харькове в этом году, как и в прошлом, действует запрет в связи с проведением АТО. Лариса Гойвина, Владимир Борох, Агентство телевидения новости.